Привет всем подписчикам и зрителям моего канала! Этот канал растет, очень здорово, что вы добавляетесь, спасибо вам! На канале я показываю разные банкноты, монеты Украины, делаю какие-то необычные экспериментальные ролики, торги на монеты, торги на картины, приглашаю экспертов. В целом, в таком формате пока будет канал и функционировать. Пожалуйста, пишите в комментариях, что бы вам хотелось увидеть на этом канале, и я буду прислушиваться и смотреть. В этом выпуске хочу вам показать несколько вариантов, тысячные банкноты, тысячи гривен и показать вот такое свое недавнее приобретение, интересную шкатулочку. Ну что, поехали! А перед тем, как мы начнем, я буду показывать вам разные вариации тысячи гривен. Присоединяйтесь к нашу группу в Telegram, в которой можно общаться на тему монет, обмениваться монетами, спрашивать советы, продавать свои монеты. Ссылочка на Telegram будет в описании. Также есть Instagram, в котором я провожу прямые эфиры. Также будет в описании. Ну что, поехали! Значит, вот это из недавних приобретений. Тысяча гривен я показывал в распаковке. Вы знаете, довольно интересная, красивая банкнота. Я такую разыгрывал на канале, когда мы делали опрос про новую тысячу гривен. Довольно прикольно. Не знаю, что-то еще пока не придумал, в каком формате ее разыграть. Может быть, какой-то конкурс делаем с вопросом про валюту Украины или с какими-то анекдотами. Не знаю, пока предлагайте, какой вариант разыграть данную тысячную банкноту. Ну, я думаю, мы что-нибудь с ней сделаем. Это тысячная банкнота, о которой все давно говорили. И были предположения, что банкнота Кулеша презентационная будет. Тысячная банкнота. Но нет. У нас Вернадский на данной банкноте. Кстати, ссылочку на видео, как я платил этой банкнотой. Вот сейчас у вас появится в рекомендации. Как по мне, банкнота прикольная. Действительно красивая, много степеней защиты. Я думаю, это будет защищать от подделок. Потому что, конечно, подделывать такие банкноты могут. Но это довольно дорого будет обходиться. И невыгодно тем, кто этим занимается. И довольно сложно. Банкнота в целом прикольная. Много всяких разных степеней защиты. И мне по дизайну она нравится. Следующий вариант тысячной банкноты. Это мешок по одной гривне. Я, кстати, проводил когда-то опрос. Какой бы вариант тысячи гривен вы бы выбрали. Вот такой вот мешочек по одной гривне. Кстати, потихоньку он и расходуется. Но в целом я отбираю себе в коллекцию что-то в штемпельном блеске. И вот такой вот банковский мешок тысячи гривен я выбрал. Ну, что же будет в этой коробочке, спросите вы. Вот такой необычный сундучок с ключиком я приобрел. Я думаю, он довольно-таки старый. Вот если посмотреть со стороны, даже сложно определить, какие года. Но то, как он сделан, говорит о том, что он довольно-таки старинный. Все работает, ключик работает. И там будет у меня тоже мое недавнее приобретение. Это вот такие вот банкноты. Здесь тоже чуть больше тысячи гривен. Давайте посмотрим. Это у нас от подписчика моего. Вот такие деньги Украины. И вот смотрите, как вам эти соточки. Наверняка уже забыли, как они выглядят. Некоторые люди даже и не видели таких, потому что они у нас ушли из обращения. 100 гривен. В принципе, состояние у них, к сожалению, не пресс, не совсем коллекционное, но интересно довольно-таки поддержать, посмотреть. Здесь Шевченко еще, гляньте, какой вот немолодой. В таком формате изображено. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. Тысяча сто гривен. Вот смотрите, вот такие вариации тысячи гривен могут быть. Монеты, конечно. А давайте посмотрим, сколько же могут стоить такие банкноты. По каталогу и вот эти банкноты, которые здесь. Кстати, вот так выглядят данные. Видите? Коробочка. К сожалению, в ней ничего не было, когда я ее приобретал, но вообще по рассказам там были царские монеты. Давайте смотреть. Для того, чтобы понять стоимость вот этих банкнот и вот этих, мы обратимся к такому каталогу Максима Загребы. Очень советую. Он довольно-таки крупный. И много-много всего здесь указано. От самых-самых первых гривен до денег, до вот таких, которые сейчас. И здесь особенность какая, что здесь расписаны по сериям. То есть мы можем сейчас пересмотреть, какие же банкноты у каких серий у нас сейчас есть, и посмотреть ориентировочную стоимость. Вот смотрите. Начинается у нас, ну, конечно, дело с серии АА. Вот такая вот у нас серия. По АА 95-й год мы видим данные банкнота. В состоянии хорошем она стоит, ну, обычный номинал. То есть если она там какая-то согнутая, перегибы, мятая, обычная стоимость у нее 100 гривен. Конечно, если состояние получше, very good, как говорится, да, very fine, она может стоить больше, может стоить больше. Вот, кстати, мы видим, ну, вот ближе к банкноте, которая не была в обращении, конечно, которые не были в обращении, очень дорого стоит, вот, ну, почти 700 гривен по данному каталогу, вот, в Uncirculated. Чуть похуже, 150 гривен. То есть здесь мы видим у нас подпись Гетмана Вадима. Вот они отличаются по подписям, соответственно, по сериям, вот, каких-то других браков я пока не видел. Возможно, конечно, кто-то мог бы встретить перевернутые банкноты, но таких случаев, вот, я вот сейчас вот не могу вспомнить, прям супер браков, каких-то, может быть, не помню. Так, давайте дальше. Следующая серия. То есть, ну, банкнотка такая, состояние немножко похуже. Следующая банкнота у нас, номер такой 2233, было бы классно, если бы 444 получилось, но нет. Ну, кстати, номера такие, прям супер радары или года, но они очень ценятся, так вот, скажем так, на любителя. То есть, вам нужно найти человека, который хочет такую себе банкноту, и вот он готов там переплатить за нее там 100-200 гривен, например, да. Но если там сильно номер такой не очень, ну, сложно будет продать, лучше себе оставить в коллекции. Бывает такое, что все номера одинаковые, вот такие банкноты стоят дорого. Так, это у нас, мы посмотрим по серии, вот у нас уже дальше 2000 года, видите. Она, кстати, чуть-чуть подороже, 200 гривен. Я думаю, это связано с подписью, именно с подписью и, возможно, тиражом. Какой тираж этих банкнот, но мы тут, видите, у нас не указано в каталоге. Ну, Ющенко стоит дороже. Да, ведь и его подпись, у нее несколько вариантов была. Рост подписи, давайте я вам сейчас покажу. Вначале у нас мы видим, вот так выглядят, да, подписи. Подписи, Матвиенко, Гетьман, Ющенко, у Ющенко три вида подписи, да. И дальше у нас идет Стельмах, Дегип, Карбузов, Соркин, Кубов, Контарева и Смолей. Да, вот эти вот, вот такие вот у нас подписи. Видите, отличился Ющенко. Я, как я знаю, что он вилетически бывает на слете коллекционеров в Киеве. Так, значит, здесь мы вот видим такую банку, но, к сожалению, состояние у нее так себе, ее положить в коллекцию. Ну, конечно, можно, есть те, кто собирает из оборота деньги, в принципе, можно. Давайте дальше смотреть. Аха, у нас номера в Харькове автомобилей начинаются с таких букв. Мы сейчас посмотрим. Тоже 2000 год, тоже Ющенко. Вот у нас подпись. Ну, мне кажется, здесь подпись у нас одинаковая. И по стоимости так же, как и предыдущая банкнота. Ну, конечно, и до 700 гривен, чуть почти 700 в прессе указана данная банкнота. Так, давайте дальше смотреть. Так, Ющенко, АФ. Да, Ющенко у нас приблизительно такая же стоимость. Начинается с нуля, кстати. Видите, в этой серии, может быть, это тоже ценно, когда серия начинается с нуля. Вообще, гляньте, какие банкноты пробные. Вот это, конечно, круто, когда там все номера у нас нули. Это такая банкнота, я думаю, даже она не номерная. Взрастки бывают с номером, а бывают без номера. В данном случае номер, скорее всего, еще не проставлялся в те времена. Вот, и такие банкнотки стоят довольно дорого. Вот, ну что мы видим? 2277, ну такой вот номер. Есть, кстати, с банкнота замещение. Когда банкнота ветхая, ее убирают из оборота, ее заменяют другой банкнотой. В американских долларах это обозначается звездочкой, что банкнота была заменена. В украинских деньгах, как я помню, это определенные серии. Кто, кстати, собирает... Я не баннист, так очень поверхностно знаю, кто собирает банкноты. Напишите мне в комментариях, так ли это, какие есть серии. Ну, тут, я думаю, можно посмотреть по каталогу. Так, у нас следующая АТ. Вот она, 2000 год, тоже 200 гривен, тоже Ющенко. Прямо супер, прям несколько банкнот именно Ющенко попались. Ну, так, а сейчас на просвет посмотрел, ну, такого ничего нет, никаких переворотов и так далее. Так, дальше у нас Гетман, ну, серия АИ. Можем посмотреть, где у нас она. АИ чуть дешевле, 95-го года. То есть, в целом, кстати, год тут и мы не видим. На самой банкноте год не прочеканили, не напечатали, как видите, да? Нету года. Кстати, да, это интересно. Только по подписи можно определить, какого года была банкнота. Так, ну, по серии тоже можно. Дальше у нас тоже Гетман, АЕ. Где у нас? Вот она. 95-й год. 150 гривен. Ну, в лучшем состоянии, чем эта банкнотка. Так, дальше у нас серия АЭ. Да? Ну, вот, чуть-чуть раньше она была сделана. Ну, то есть... Так, АБ. Ну, вот у нас тоже Вадим Гетман. 95-го года. Номер 4-4. Ну, то есть, такой номер обычный. Вот, тут банкнота такая уже побывала. Глядь, в передрягах выглядит не очень. АЖ. Да, у нас. Вот она у нас тоже. Цена одинаковая. Тоже никаких заметных браков я не вижу. На просвет посмотрел. Вот. АЦ. Последняя банкнотка. Ющенко. Ну, видите, Ющенко здесь подороже. 2000-й год уже. Ну, тут, ребят, тоже вы... Вот, на мнение каталога, конечно, мы обращаем внимание, но рынок диктует цены. На самом деле, сейчас можно зайти посмотреть много, где цены, ну, очень меньше. То есть, ее сложно продать в состоянии, а, в теории, в таком, фактически, я думаю, нереально дороже своего номинала. Ну, может, там плюс 10 гривен, максимум, мне кажется. Потому что технически эти банкноты можно найти. И есть еще из коллекций, которые банкноты, которые НБУ выпускал там в прессе. Много кто хочет подложить в себе эту банкнотку именно прессовую, а не из-за борода. Так, давайте дальше посмотрим, что у нас тут осталось. Так, у нас один полтинник. Вот он. Мы видим тоже подпись Ющенко. В банкнотках, конечно, похуже, похуже. И посмотрим по АХ. У нас серия. Где я не вижу. У нас Ющенко АХ. Вот она у нас. 50 гривен. Если бы была получше, конечно, была бы 75. По каталогу Максима Загребы. И номер такой обычный. Так что можно ее спокойно пускать в оборот в таком состоянии. Дальше у нас десятки идут. Уже они поновее. Кстати, чем банкнота больше номинала, тем к ней трепетнее отношение. Она в лучшем состоянии. Если там гривны, такие гривни, их много, неинтересно, их там жмакали, рвали и так далее. Десятки, видите, тоже в хуже состоянии. То есть их гораздо сложнее найти, чем банкноту гораздо высшего номинала. Вот. Давайте посмотрим у нас. Где-то дальше наши десятки. Вот эти, кстати. Ну ладно, не десятки. Давайте мы пока к гривне перейдем. У нас есть несколько, тоже довольно много серий. Вот здесь у нас Тегибко. Он недолго был главой Национального банка. И с 2004 года с ним подписи дороже. Стоит ЗК. Вот. 2004 год. До 25 гривен такая банкнота. И в лучшем состоянии в прессе, конечно, до 300. Вот. Ну тоже обращаем на рынок. На рынок смотрим цены продажи. Какие больше? Так, дальше у нас тут. А номер? Номер глянем. Ну номер тут тоже такой. Так. Дальше у нас 2005 года. Все идут. 2005. Вот еще Тегибко. Несколько. Три банкнота. 2005 год. Посмотрим. Какие же серии у нас тут? Значит, серия ИЛ. И ЭЛ. Вот она. До 10 гривен. И 175 в прессе. Вот так они все, в принципе, стоят. Эти все серии. Банкнот. Так. Давайте дальше смотреть. Тут по номерам. Я гляну. Ну то есть такие номера. Обычные. Состояние тоже у них на просвет не очень. Так. Тегибко. У нас. Да. Ну вот такие вот номера. Нет. С нулей начала. Было бы классно, если бы, да. У нас какое-то количество начало с нуля. Сейчас я вам покажу банкноту, в которой начало идет именно с нулей. Небольшое освещение, чтобы было удобно. Вот смотрите. Две банкноты. 20 гривен. Которые посвящены определенному юбилею. 160 лет дня рождения франка. И они, как видите, такие обычные, непримечательные. Но особенность и разница в деньгах, в конкретных двух банкнотах, это, конечно же, в номере. Вот мы видим здесь номер CB, начинается с нуля. Уже неплохо, когда номер начинается с нуля. Но когда, вот посмотрите, серия у нас идет с трех нулей и больше, вот такие банкноты представляют собой интерес гораздо серьезнее. Когда начальные серии с нулей начинаются. Давайте попробуем вам сейчас гибко уберем. Показать, если в этом каталоге у нас указаны данные 20-ки. Думаю, по сериям, скорее всего, тоже должно быть. Так, это листы. Новые 500-ки. Вот 20-ка. Смотрите, и мы видим CB серия. И такие банкноты с нулями, они запаковывались в вот такой вот банкнота в буклет. И по стоимости 250 гривен. Состояние вы у них видите какое? Да, уголочки прям видны. То есть не были они в обороте. Вот, но здесь, кстати, по сериям расписано, но тут по номерам не указано. Но я вам и говорю, что вот такие вот номера гораздо дороже стоят. Вот. Тут два нуля в примере, да. И вот тут у меня даже три нуля. Вот. По подписям дальше можем посмотреть. Это уже 20-ки, которые вышли. Ну, если интересно, может, потом покажу. В отдельном выпуске. Ну, вот такие. То есть 25 и 50 гривен. То есть по каталогу вот такая 20-ка уже стоит 50 гривен в обычном исполнении, с обычными номерами. С номерами, начиная от трех, она будет стоить уже больше 150 гривен. Так что, ребята, посмотрите, какие номера у вас именно этих банкнот. Так. Ну, давайте дальше полистаем наш каталог. Кстати, вот это самое интересное дорогостоящее 50 гривен. Тираж всего 1000 штук. И там с ними довольно была интересная история, потому что как только они появились, можно было их купить. То есть люди покупали по несколько, по 5, по 10 штук в одни руки. И быстренько-быстренько их перепродавали. И продавали по 100 гривен, по 150. Потом перепокупали по 300, по 500. И только через определенное время было понятно, что тираж 1000 штук, это очень-очень мало для данной первой банкноты. И те деньги, которые там за них зарабатывались, по 150, по 300 гривен сверху, это вообще очень мало. Так что теперь это банкноты стоят очень дорого. Видите, огромное количество серий. Мы сейчас идем посмотреть десятки и двадцатки. Смотрите, просто колоссальное количество. Связано с тем, что гривна очень востребована, мелкая, единица, нужна и, видите, довольно много. Так, у нас это гривны. Мы посмотрели с вами, какие могут быть серии, зразок и так далее. И потихоньку, видите, какие красивые банкноты. И они постоянно-постоянно менялись. Так, это мы переходим к десятигривневым банкнотам. Видите, они у нас все с одной подписью. Год тут уже указан, 2000, 1994 года. Данный дизайн, зразок вот мы видим, довольно дорого стоит. И с 2000 года смотрим на серии. Так, серия у нас указана здесь. ПА, серия ПА. Смотрим эту серию. Вот она, 2000 год, 25 гривен. Максимум она стоит в таком состоянии. Ну, не в таком, чуть получше. Триста семьдесят пять в прессе. Триста семьдесят пять в прессе. Угу. ПА, дальше у нас КА. Ну, вот она, такая же цена. Номер ничего особенного. Банкнотки, видимо, ходили, людьми пользовались. КБ. Ну, вот следующая серия. Некоторые коллекционеры собирают по всем сериям. То есть, иметь одну банкноту из одной серии. Довольно тоже интересное хобби. Так что, если кто собирает, ребята, передаю вам привет. Дальше у нас КБ. Да. У нас, видите, с одной и той же серии попался, две банкноты. Вот. И ЯГ уже завершается серия. Вот она у нас тоже. Кстати, тут почему-то подороже оценили ее. Может быть, связано как-то с тиражом или с тем, что серия заканчивается. Не знаю, с чем связано. Тем, что здесь Максим Загреба оценил немножко дешевле, чем вот конкретно эту банкноту. Хотя в таком состоянии она стоит одинаково. Так, это мы десятки посмотрели. И остались у нас только двадцатки. Всего две у меня их. Вот. Давайте посмотрим, что можно по этим двадцаткам. Пятикривневые. Очень нравится мне этот дизайн. Конечно, он клевый. Не знаю, у меня серии... Так, что мы видим? Тут, видите, серия, она у нас указана именно номерами, без букв. Двадцать гривень. Не знаю, дизайн. Напишите вашу оценку, как вам вот такие цвета, цветовая гамма. Сейчас она у нас двадцатка поменяла полностью цвет. Сейчас я вам покажу из коллекции, что у нас по двадцаткам, можно сказать. Вот она у нас сейчас вот такая зеленая. Была тоже в таких цветах, в таких не зеленым цветом она у нас была. Тут, видите, много разных вариаций. Ну, хотя некоторые элементы зеленых цветочков есть. Вот двадцатка. И, конечно, в прессе, конечно, они ценятся и можно вложить их в коллекцию. У меня вот одна в прессе есть, одна не в прессе. Но особенность конкретно вот этой двадцатки, которую у меня в коллекции. Давайте я вам достану. Я тут перчаток, потому что она из оборота. Она ровная, без сгибов. И посмотрите, как отрезана. Она отрезана. То есть здесь такой вот небольшой брак, что больше поля визуально окажется. Такое, видите, бывает. Не думаю, что сильно дорого стоят данные двадцатки. По минимальной защите здесь не очень много. То есть она на определенной бумаге. Вот, кстати, есть такой элемент, можно просмотреть, трезубец. Гляньте, если так согнуть, видите, вот здесь вот и, соответственно, здесь. Довольно интересно. Вот такая вот двадцаточка. Видите, и с номером. Сейчас посмотрим, что нам говорит каталог Максима Загреба. По поводу серии. Ну, здесь у нас, видите, указано только по подписи. А почему-то серии я не вижу. То есть тут не расписано получается. Видимо, не составлено еще сколько, сколько, какие у нас. Хотя, видите, серия у нас указана все-таки, или что это такое у нас. Странно, странно. Ну, давайте посмотрим. У нас подпись и там, и там Гетмана. А, ну вот. Замена брака. То есть есть банкноты, которые заменялись браком. У них номер начинается с 9. Вот такие банкноты, они поинтереснее. То есть какой-то произошел брак на производстве, и при этом было допечатано какое-то количество банкнот, начиная с 9. Вот такие банкнотки могут считаться интересными. Так что посмотрите, какие у вас номера. Ну, к сожалению, у меня ни там, ни там не попало. Номера 9. Давайте глянем в коллекции, какие у меня там номера. Да, да, начинается все с пятерки. Смотрите, тут 5, и тут 5. А в десяток начинается все, в десяток начинается все тоже. Вот тоже, если девятка, давайте покажу вам десятку, 10 гривен. Вот мы видим банкнота, четверка, четверка. Гляньте, тут какой номер, четверка и сколько нулей. Клево, да? Вот такая в коллекции есть десяточка. Вот такие вот у нас банкноты 20 гривен. Довольно, не знаю, мне по дизайну они симпатичные. Напишите, кстати, как вам. Вот такие мы рассмотрели банкноты. Это у нас по каталогу Максима Загребы. Такие у нас деньги. Спасибо большое подписчику, что прислал мне на обзор их. Ну и дальше мы решим, что с ними делать. Вот, смотрите. Что еще хотел сказать. Мы выбрали имя для этого друга, который с нами будет в выпусках. Его зовут теперь Штемпель. Вот, будет участвовать и всегда находиться на столе у меня. И помогать проводить для вас эти обзоры. Ну что ж, друзья. Спасибо всем, кто посмотрел данный выпуск. Надеюсь, он был вам интересным. Вот такие вот банкноты. Тысячи гривен мы посмотрели. Металлические, в монетках. И, конечно, наши обиходные украинские деньги, банкноты. Подписывайтесь на телеграм-группу для общения. Подписывайтесь на инстаграм. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok